Добрый вечер! Вместе с вами прямой эфир, а значит наступило время серьезного разговора. Меня зовут Светлана Тесленко, напротив меня сидят Сергей Александрович Шамарин, почетный архитектор, профессор Международной Академии Архитектуры, и Игорь Николаевич Шубин, член Совета Федерации, который представляет наш Пермский край, наши интересы, на самом верху. Добрый вечер! Добрый вечер! Мы возвращаемся к теме, которая в последнее время активно муссируется в средствах массовой информации, в интернет-среде, вызывает немало жарких споров. Мы сегодня будем говорить о градостроительстве, о мастер-плане и ген-плане Перми. В последнее время все чаще мы слышим, что город наш безлик, что он некрасив, а пермякам ужасно это обидно слышать. И, конечно, хочется жить в городе красивом, удобном, который повернут лицом горожанам. Давайте, наверное, с самого главного. Вот смотрите, мастер-план был когда-то за большие деньги, между прочим. Большие деньги были потрачены. И это наши деньги, деньги налогоплательщиков. Точно. Тогда все очень хвалили этот мастер-план, говорили, что он хорош на все сто. И тем не менее на сегодняшний день появилось немало противников развития города именно таким образом. Скажите мне, прежде всего, причину. А в чем она заключается? Есть проблемы, мне кажется, которые в мастер-плане как идеи нельзя было проверить, а в живой жизни сколько угодно. Для примера. Например, мастер-план не учитывал абсолютно наши стандарты, государственные стандарты, наши нормы. И предложил идеи, которые требуют либо их изменения, либо нарушения. Нарушения я хочу построить с нарушениями, но я не получу заключение экспертизы. Мне не разрешат строить. Возникли, например, вот такие проблемы. Ну, это проблемы законодательного свойства. И у нас мастер-план, он разработан по европейским стандартам. Он идет сегодня в ногу со временем. И потому он и был признан лучшим в России. И не случайно к нам приехали международные планировщики в прошлом году. Исокарп, которые в России за свои существования 50-летние ни разу не бывали. И еще бы столько же не приехали 50 лет. Если бы мы не явили им наш мастер-план. Это у них вызвало интерес. И это как раз самая главная, самая высшая оценка и самая объективная мастер-плана. Теперь другой вопрос. Почему он не реализуется, наверное? Вот так вы хотели сказать. Игорь Николаевич, это вообще самый главный вопрос. Почему у нас дальше бумаги, никуда ничего не идет? Мы заказываем план изменения нашего аэропорта. Дальше никуда не идет. Зоопарк дальше никуда не идет. Пожалуйста, мастер-план. Та же история. Хотелось бы закончить тему, которую начал Сергей Александрович. Так вот, вообще, мастер-план – это принципы и концепция формирования генерального плана. То есть основные принципы, там их 8 всего-навсего. Значит, очень понятные. На основе которых сформирован генплан. А генплан – это на самом деле строго юридический документ. Это свод ограничений и правил. Свод ограничений и правил. На основе анализа. То есть на основе мастер-плана, на основе существующей ситуации, на основе прогноза, значит, стратегии развития. Это, значит, ну как правило дорожного движения. Вот что такое генплан. И шаг влево, шаг вправо, значит, это нарушение, и которое ведет потом, как в дорожных ситуациях, к ДТП, к смерти, к гибели и так далее. То же самое нарушение генплана ведет к гибели города. Понимаете? К уничтожению какой-то городской среды. Она может быть разная. Ну правильно, это все-таки самоорганизующаяся структура, и если где-то пусто, то там вымирание идет. Совершенно верно. Так вот, к этому генеральному плану предполагается, и по закону положено, еще как минимум десятка-два нормативных документа. То, о чем сказал Сергей Александрович. Мы ведь на сегодняшнего дня пользуемся нормами и правилами 89-го года. Все изменилось. Заметьте себе, 89-го года, вот, например, по ним сегодня, значит, условно, коэффициент парковки, он, по-моему, даже меньше 0,5. Да, маленький совсем. Ну там 0,1, потому что в то время машина была роскошью, а не средством передвижения. А сегодня у нас в семье, практически в каждой семье, значит, как только 18 лет, первая мечта. Во всяком случае, одна машина практически в каждой семье есть. Ну это минимум. Игорь Николаевич, подождите. Нет, сейчас дойдем. А и на сегодняшний день. А у нас дома по-прежнему сейчас проектируются и строятся с тем коэффициентом. Хотя на сегодняшний день, ну, минимум должен быть единица. Сколько квартир? Столько, значит, парковочных мест. Ну, вообще-то это очевидно всем жителям. Я не понимаю, почему это не очевидно строителям, что нужно сдавать подземные граждане. Нет, нет, законодательно не закреплено. Это очевидно, значит, вернее, это вероятно, но не очевидно, потому что нет документа. То есть это не закреплено нормативным акциям. Совершенно верно. А мастер-план и ген-план предполагают именно такие подходы, значит, понимаете. Поэтому нужно немедленно нормативную базу привести в соответствие с современными требованиями. Они пользуются документами 80-х, 70-х годов. Хорошо. Это большая кропотливая работа власти. Так, понятно, что получается, что... Она за месяц не делается. Подождите, получается, что власть не хочет выполнить эту работу? Она касается законодательного уровня государственного. Не, не, не. Нормативы и правила... Или городские. Это город-регион. Это город-регион. Смотрите, какая штука получается. Согласно вот этому замечательному мастер-плану, этажность наших домов должна не превышать 6-ти, там, 20 метров, по-моему, да, говорено. Но строится все должно все-таки в центре. Сразу встают вопросы. Инсоляции. А сейчас мы видим, что сплошь и рядом строятся дома, вот когда мы видим только соседские окна. Это раз. Два. Город и так задыхается в пробках. Строятся дома на шоссе космонавтов. Все понимают, что шоссе космонавтов через полгода встанет. Второй вопрос, да? Это очень серьезный вопрос. Так ведь? Да. Метро у нас нет, как в Москве. В Москве, слава богу, подземлю. Ну, давайте я кое-что расскажу, Игорь Николаевич. И третий вопрос. И третий вопрос. Та же самая инфраструктура. То есть там, где мы можем воткнуть дом, мы уже не можем воткнуть школу и поликлинику. Так ведь? А мы, как вы только что сказали, живем уже не по тем нормам, когда было 8 квадратных метров на человека по санитарной норме. Сейчас те хотят жить свободно и вольготно. Ну, давайте. Вот смотрите, что произошло. Мастер-план был направлен на нечто другое. Завершить композиционное формирование центра, не уезжать за пределы беспредельных территорий и создать законченную, комфортную, гармоническую среду проживания в этом городе. Потому что один из кандидатов на мастер-план, который первый раз приезжал, это профессор Беккер, женщина, которая Южный Роттердам реконструировала, она назвала наш город бессистемным расположением пустырей. Тогда стало понятно, да, надо по-другому смотреть на центр. А что в результате произошло? Не созданы условия для освоения центра, нет участия или власти, или государства, денег разного уровня, программ. И строители, о которых, как вы напоминаете, ушли в территории, где таких ограничений нет. И вокруг Перми начинает складываться удавка. В Пермском районе на Пермь накинута удавка. Откуда проблема шоссе космонавтов? Да потому что пол Перми выезжает в Пермский район по шоссе космонавтов, по героям Хасана. Вот сейчас мы от Авериха пробивались. Вот, Сергей Александрович, как законодатель теперь. Да, интересно. У него уровня, да. Хочу сказать, все, что касается реализации мастер-плана, генерального плана, Светлана, это все в рамках городского законодательства. Даже не регионального, понимаете. Все в рамках муниципалитета. Просто должны появиться люди, должны появиться соответствующие отделы, департаменты, которые будут этим заниматься. Город должен для себя определиться, что для него является приоритетом. Вот на сегодняшний день... Как, например, Казань определилась. Да. Вот на сегодняшний день для города Перми, я ответственно заявляю, приоритетом реализация генерального плана или мастер-плана не является. Вот на сегодняшний день. Подождите, это же документы. Как это не является? Документы, по которым город живет. Но не обязательно это приоритет. Совершенно прав, Игорь Николаевич. Ну, там, «Белые ночи», например, и так далее, понимаете? То есть какие-то другие приоритеты, этим надо тоже заниматься. Но на сегодняшний день, пока мы не разработаем, не доведем до ума правила игры, пока мы не создадим условия для инвесторов и понимание того, что мы делаем, он и не будет реализоваться. Очень интересный момент – условия для инвесторов. На самом деле, ведь здесь ситуация очень простая. Есть площадка, есть желающие построить на этой площадке. Дальше кто-то эту площадку начинает осваивать, возводить здание, затем реализовывать квартиры. В чем же дело? Почему строитель, инвестор на сегодняшний день не желает приобретать те лакомые кусочки в городе, которые, казалось бы, просто все с лапочками должны отрывать? В чем дело? А вот смотрите, Игорь Николаевич уже коснулся этой темы. Протяженность, огромная территория города, освоение новых районов. Либо мы на пустом месте строим и говорим, что ввели там 20 тысяч, до которых еще нужно добраться, доехать, увезти детей, построить магазины. Либо в центре. Кругом соседи, инфраструктура есть, но есть столько условий, цена земли, есть расселение, есть вопросы инсоляции. И когда площадка начинает рассматриваться подробно, выясняется, что нужно еще столько мероприятий провести, что цена вырастает, и инвестору неинтересно, если город просто ждет. Вот тут и должны появиться условия, которые помогают бизнесу. То есть на самом деле вопрос договоренности. Совершенно верно. Город должен на себя взять какую-то часть бремени, какую-то часть освоения, реконструкции, вернее, существующей территории в центре города. То есть проявить хозяйственное око, да? Он не должен быть сторонним наблюдателем, он должен быть участником процесса. Да. Либо он наберет на себя, например, расселение, тем более сегодня есть программа федеральная, где, значит, деньги выделяются на расселение ветхого аварийного жилья. Либо он берет и договаривается, значит, на себя со всеми энергоносителями, то есть со всеми инфраструктурными предприятиями, и говорит, что, ребята, мы участвуем и будем платить за подключение, за развитие сетей, или мы включим вам в тариф, или инвестиционную составляющую, либо еще как-то. То есть, но город должен заинтересованно подойти. Или как-то с ресурсниками помогает разобраться. Да, да. Ну, я про это и говорю. И инвестора-то как бы затягивать сюда, в центре, и говорит, слушай, какие проблемы, вот посмотри, что происходит. Вот что должно быть. То есть создавать условия. Да, именно так. А сегодня город пока занимает позицию наблюдателя. Вот генплан есть, тротипа генплана, ничего не знаем.